Приветствую вас. Меня просили рассказать про сетевой маркетинг и вообще можно ли начинать бизнес с него. Открою маленькую тайну. Был такой момент, я курировал такую компанию, по роду деятельности мы использовали методы сетевого маркетинга. И сейчас маленькое отступление для бизнесменов. Мы попробовали все, сделали свою, как сказать, сеть. Нанимали чужую. Сразу говорю, лучше нанимать чужую. Это более эффективно. Свою делать долго сложно и она не вся эффективна. Что касается продажи страховых полисов. Это страхование жизни было. Лучше всего это действительно сетевой маркетинг. Реклама не работает. Не работает. Если сравнить сколько мы его грохнули на рекламу, сколько на сетевой маркетинг, отдача, ну на порядок вообще. Но это для бизнесменов. Теперь для всех украинцев. Значит так, я знаю, что некоторые считают, что сетевой маркетинг это финансовый терминер. Я вам открою маленькую тайну, но вы хорошо запомните, очень хорошо запомните. Не говорите, что я не рассказываю. Запомните раз и навсегда. Если вы приходите там на тренинги или по рекламе, какого-то там сетевого маркетинга, если у вас просят деньги, это финансовый терминер. Сразу уходите. Дверь врыкнула и уши. Запомните раз и навсегда. Настоящий сетевой маркетинг никогда, никогда деньги у вас не просят. Ему это не надо. Поняли? Запомнили? Как только, еще раз повторяю, у вас просят деньги, это финансовый терминер. Если вы пришли на тренинг и денег не просят, это настоящий сетевой маркетинг. Что касается, можно ли разбогатеть. Открываю опять маленькую тайну, которую, в общем-то, многие знают. Из 100 людей, которые приходят на тренинг, 10 начинают работать. Из 100, начавших работать, 10 зарабатывают. Из 100, которые зарабатывают, 1. Действительно, зарабатывают много. Понимаете, логика сетевого маркетинга это сеть. Сеть. То есть я, как работодатель, происходно понимал, что мне нужно очень много агентов. Вот знаете, как рыбацкая сеть. С расчета, что авось какая-то рыбка попадется. Вот так это рыба. То есть, понимаете, я не могу вас обеспечить работу. Я вас беру просто как одно за агентом. Я не знаю, получится у вас, не получится. Скорее всего, не получится. Может, что-то получится. Но обращаюсь ко всем, которые по ряду обстоятельств или хочет попробовать, или попробовал. Знаете, смотрите. Еще я смотряю. Просто так прийти, пройти тренинг, начать работать, расплатить. Вероятность есть, но очень-очень маленькая. Но. Вот смотрите, что по опыту работать с такой компанией у нас получилось. Во-первых, получилась ситуация. Некоторые к нам, придя на тренинг, ну, там еще несколько было тренинг, потом были очень благодарны. Знаете, почему? А мы научили людей говорить. Ну, знаете, человек, нормальный человек, но он боится говорить с людьми. А тренинги ему помогли общаться. И он потом пошел работать на нормальную работу, но благодаря тому, что он умел говорить. Потом, некоторым на тренинге просто нравится сами по себе, что повышает квалификацию общения. Тоже полезно. Знания. Вот я помню, что некоторые люди приходили к нам, они потом и не совсем, ну, как, и начинали работать, но им было интересно узнать знания. Потому что на тренинге получали именно по страхованию жизни идеально. То есть набор классный. И когда уже человек реально хотел сам страховаться, он превосходно понимал, что ему надо, что ему не надо. Так что вот с этой точки зрения с сетевой маркетинг есть шикарно. Еще раз вам напоминаю по поводу финансовой пирамиды. Поняли, в чем разница? Не делайте эти ошибки. Потому что действительно, ну, финансовые пирамиды, ну, как бы маскируются под сетевой маркетинг. Сам по себе сетевой маркетинг ничего общего с финансовой пирамиды не имеет. Это просто сеть. Все.